Если я не ошибаюсь, то именно сейчас мы с вами поднимаемся на высоту 750 метров. Ребята, всем привет. Мы приехали на Ахун. Гора Ахун находится неподалеку от центра Сочи. Давай руку, Родион. Все вместе, мы сегодня всей семьей. И давайте будем смотреть. И сегодня в выпуске пьем чай, ходим в туалет, падаем в лужу, дразняем оленей, идем в ресторан, ну и конечно же кайфуем, от этого вида. Вот такая здесь снежная парковка. Очень круто, что мы попали в снег, поставили машину и здесь можете увидеть. Смотрите, если туда пойти по дороге, там есть заброшенный ресторан, колесо обозрения, столовая, есть дегустационный дом и если идти туда по дороге прямо, то мы попадем на смотровую площадку, именно на башню Аху. Итак, ребятки, давайте смотреть, что здесь есть. Есть, значит, музей микро-миниатюр, микро-миниатюр сувениры и пошла дорожка вниз. Естественно, летом вот тут все открыто, сейчас просто не сезон и туристов, в принципе, ну очень мало, потому что я наслышал, что в сезон здесь даже вот на подъеме в горной машине огромные пробки, можно достаточно долго простоять. Виды открываются, конечно, огненно. Так, ребята, как добраться и какая дорога до Ахун, вы можете посмотреть в предыдущем выпуске, мы ехали полностью всю дорогу, я снял, можете посмотреть, потому что для меня, конечно, было важно, что тут за дорога, потому что меня здесь серпантинная история напрягает. Ну и, соответственно, вот башня, сама башня Ахун, можно туда вверх подняться, что мы сейчас, в принципе, и будем делать. Здесь вот эти все торговые палаточки, что-то кто-то продает, вот, в принципе, если вы приедете, можете себе купить там всякие сурвинирочки, посудинку и так далее и тому подобное. Ну, здесь, как говорится, на любителя и на свой вкус, что хотите, то берите. Так, вот это слева, это кафе, можно зайти покушать, есть шаурма, ну, короче, много, в принципе, чего закрыто. Здесь вот есть ресторанные такие беседочки, здесь можно сесть, покушать, вот с таким очень кайфовым видом, посмотрите, как круто, класс. Да, лучше сюда, конечно, приезжать утром, когда вообще никого нет, поэтому пользуйтесь нашими советами. Ну, опять-таки, сейчас в межсезонье тоже людей, конечно, мало. Так, сейчас будем покупать билетик и пойдем уже не то, соответственно, с вами вон туда. Сразу первое, ребята, что хочется отметить как минус организации этой всей вот башни Ахуновской, это то, что мы дошли до самой башни и только там нам сказали, что у них, мол, не работает терминал, Сбербанк онлайн перевезти нельзя, только нал. Именно не оттуда, 500 метров это где-то предыдущая машина, чтобы нарулить наличку. Это, конечно, минусище, поэтому, кто едет сюда, обязательно берите с собой налик. Так, ребятки, конечно-конечно вопрос, который сто процентов будет мучить каждого, пока досюда доехал, неважно откуда вы едете, поднимайте сюда и такие, так-так-так, где же туалет, 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 сто процентов. Сейчас вам все покажу. Вот смотрите, вот она дорога, где мы с вами шли, да, вот она башня, вот она. А здесь будет указатель вот этот вот, сюда спускаетесь, тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. И вот он туалет, 20 рублей. Что, ребята, это, видимо, дистанцию от полтора метра делали. Начинаем с вами подъем. Заплатили мы, короче, 200 рублей. Так, пацаны идут первые, смотрите, все в снегу, великолепно-великолепно. Сейчас попробуем. Так, парни, погодите, посмотрите, какие виды. Так, ну что, мы поднимаемся, смотрите, у нас тут, видите, такая прям весна-веснучая, все тает, балкончики. Так, что у нас тут? Здесь магазинчик, можно там что-то продегустировать, короче, бухануть. Артемчик, нас ждите. Так, продолжаем. Артем, по краю обходи, по краю. Ну, давай так, чтобы не намок. Видите, снег тает, все в лужах. Так, Родион, аккуратно. Не-не-не, нормально, аккуратно. Иди вот тут по-сухому. Так, что-то даже можно ненадолго залипнуть. Вот так мы шли, там парковка. Так, вот колесо торчит. Вот туалет. Наверное, просто стратегия. Все, я вам показал. Это Настенька. Класс, смотрите, какая прелесть, ребята. Все побережье. Даже Турцию видно. Шутка, конечно. Так, идем все дальше и дальше. Детвора убежала. Ну, Радюшка, аккуратнее упал. Блин, ребята, виды здесь бомбические. Это точно вот прям топ, куда нужно обязательно съездить, подняться, но единственное, что приезжайте пораньше, чтобы не толкаться, либо в межсезонье. Смотрите, какой айф. Ух, огонь. Так, давайте еще выше подниматься. Здесь мы уже зашли вот в такую постройку. Есть предупреждение. Осторожно. Низкий потолок. Виды из окон. А Тема стал помечтать, да, Темка? Ай, все капай. Оборонительная башня. Что, Темик? Да, ну, конечно. Да, ну, конечно. Последняя лестница, достаточно крутой такой подъемчик, и мы с вами прямо на самую верхушку. Ух, вставать нельзя, возможно упасть. Смотрите, какой кайфец. Слушай, это, конечно, топчик. Растворюсь, 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 растворюсь. Растворюсь в этих красках дня. Развенчаю миф про тебя и про себя. И пусть все нелегко и как-то рвано. Меня излечат собственные раны. Ребята, если вдруг вы посещаете эту достопримечательность межсезонья, как мы обязательно детям одевать какую-то не промокаем обувь, потому что наши вот прям промокли. В луже, конечно, их тянет, соответственно, ноги намочили. Поэтому, насколько здесь мы будем долго, но зависит уже по состоянию детей. В общем, мы слегка подмерзли, зашли, купили делать деткам булочки и Настеньке чайочек. Сейчас, возможно, мы еще пойдем на колесо, но учитывая, что Родион особенно промок, он еще у нас упал в лужу. Короче, я теперь не знаю, посмотрим. Досмотрите выпуск до конца, узнаете тоже. Так, ребята, что касается колеса. Взрослые 300, 200 рублей детские и дети до 12 лет считаются до 4 бесплатно. Один круг колесо делает за 9 минут, оно повыше, безусловно, башни. Но, первое, учитывая, что у нас промокли дети, особенно Родион, у него все ноги насквозь, они сидят в машине, греются, а я вот дальше для вас снимаю. Не вижу смысла сейчас подниматься. Я думаю, что мы сюда приедем уже, наверное, когда будет тепло, отснимем здесь как тепло, потому что здесь можно элементарно вот на детскую площадку сходить, есть веревочный парк и много еще всего интересного. Но, учитывая, что сейчас зима, здесь лежат сугробы, толком никуда и не сходишь. Поэтому этот вопрос, наверное, мы опустим, а с вами попробуем сейчас добраться до заброшенного ресторана и глянем непосредственно, что там. Ну, вот, собственно, смотрите, дорога, откуда, точнее, мы приехали. Там мы запарковались, там башня, колесо. Есть вот такая табличечка Южной резиденции Деда Мороза, 30 метров. Вот. Не знаю, что там, но вот сами видите, да, идти сейчас с детьми. Вот по таким сугробам, которые нереально мокрые. Но типа смысла нет в смыслах морозить, да, поэтому я им завел машину. Они там посидят, булочку поедят, чаечек попьют. А я вместе с вами прогуляюсь и посмотрим, что непосредственно находится там, в лесу. Слушайте, ну, прикольно. Вот он вход в резиденцию, да, Дед Мороза. Там можно погулять и, видимо, потусоваться вот с этими оленями. Угарно? Да, неплохо. Так, ну, а мы с вами держим путь вон туда. Ну что, ребята, мы с вами подходим к заброшенному ресторану, если его так можно назвать, ну, по крайней мере, он так называется. Заброшенный ресторан. Я бы его назвал чуть по-другому. Остатки от ресторана, который, возможно, когда-то существовал. Да, если его восстановить, слушайте, неплохо будет выглядеть. Но, учитывая, что его, конечно, никто не будет восстанавливать, так и будет здесь стоять. Так, ну что, давайте мы с вами что сделаем? Мы с вами зайдем вовнутрь, пойдемте посмотрим, что он из себя представляет. И, возможно, там какие-то даже будут открываться виды. Так, смотрите. Вот так вот сделаем, да. Слушайте, ну, прикольно. Да, такой купол. Опа. Слушайте, ну, прикольно, прикольно, да, смотрите. Так, кто в курсе, каких годов все эти постройки, пишите в комментах. И вообще, когда-то он, может быть, функционировал. Ой, как тут пахнет баллончиками свежими. Как будто только что порисовали граффитисты. Ух ты, ух ты. Так, ну что, мы с вами на крыше. Ну, ничего это особо из себя и не представляет. Вот так это выглядит. Там открывается, открывается вид на горы. Здесь еще один спуск. Здесь вы можете видеть уже непосредственно вид на море. Такая колоннада. Смотрится, да, бомбически. Ну, прикольно. В общем, мы решили все-таки подняться на колесе. Артем сказал, что я сегодня спал только из-за колеса. Поэтому, да, мы поедем на колесе. Пошлите, пацаны, нам сюда. Ну что, ребята, вот мы на колесе. Что вам тут интересно, да? Собственно, колесо-колесо, да, природа, горы, да. Видно, морюшко медленно поднимается. Видишь, как мы высоко подняли сюда? Вот так вот. Ты не понимаешь? Ну, помедленнее вот там. Да, ребята, смотрите, мы сейчас находимся вот почти на пике. Из пика открывается, да, вид великолепный. Олимпийский парк Миритинка. Смотрите, какой край. Закат почти. Вот она башня. Ахун. Великолепный вид на горы. Великолепный вид на горы. Что, ребятки, как вам выпуск? Подкрепляйте лайком, если была полезная информация. Если вы здесь уже были, особенно летом, пишите в комментариях, как вам гора Ахун. Как вам толпы туристов и как вообще здесь обстановка в сезон. Выпуск подошел к концу. Спасибо, что досмотрели до конца. С нас контент, с вас поддержка. Делайте репосты в свои социальные сети. Буду безумно вам благодарен. Подписывайтесь на канал. Все, я пошел тоже в машину греться. Руки замерзли сильно. Все, всех обнял. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok